Португалия. Соседи по Убрюге. Новый тренер и новый вратарь. Причем вратарь звездный. Вот сейчас его Кереки, два нигерийца и Перси Тао из Южной Африи. Побеждала, но тоже была на очень хорошем счету. В 70-е годы, 80-е. Ну и к последнее время Брюге регулярно попали с переменным успехом. Однажды за последнее время. Всегда Брюге динамо выиграло три матча. Иногда нервировал этим публику. Формер через... Позже об этом. Передача штрафную. И будет удар. Вот отсюда уже можно пробить. Потому что не удалось восстановиться некоторым игрокам. И об этом тоже отдельный разговор. Рудан. Разыграли угловой. Формер. Конечно, внимание Иванукину особо уделяли. Формер сбрасывает мяч вперед. Был надежным игроком. Брюге именно как молодой тренер. Сначала скаут, потом помощник Каната мира 78-го года. Почти все-таки. Киев уступает Шахтеру постоянно. Ну и Эдуард Соболь, конечно, был большим помощником Филиппа Климана при подготовке к этому матчу. Логично. Отратака Брюге. Передача штрафную. Непр заметил фол со стороны киевлян. Здесь еще офсайд был, что не лучшим образом все продумал Перси Тау. Запрещает сдавать в аренду игрока. Шахтер, значит, рассчитывает рано или поздно на него хорошая подача. Интересная задумка. И может, забросом все время не сто. Интересный исполнитель в атаке у киевлян. Хороший заброс. Скидка в центр. Сочетниками на грани офсайда был Тау. Эпизод. Это Ванакин. Наконец-то себя минут подряд и заставляет вот так соперника ошибаться. Это красиво. Клинтон Мата. Отличная передача на Перси Тау. И забегание Маты Тау. Заработал угловой. Уже хорошо. Переложил мяч. Остатую секунду ткнул в сторону ворот. Он обычно играет чуть впереди. И подбор за Брюге. Разворот. Первого тайма. Вряд ли будет замена до перерыва. Хацкевич сделать. Еще одна атака Перси Тау. Здорово перевел. Хотя Кабьера Эстрада Фернандес ее возглавляет. Наш коммуникатор Александр Шмурнов. Идет по правому флангу Брюги в атаку. Мне что-то задумал сам, не понял. Перси Тау. Счет для сдвоенного противостояния в Еврокубках идеальный. При равных командах. 1-0. Ну, конечно, лучше выиграть 10-0, понятно. Но не об этом же речь. Когда ты дома запил, а на выезде получишь простор для контратак, ты можешь даже и не стараться. Это второй мяч. А что бы ты не стал искать. Даже не по знаменитому принципу Фабио Капелло. Вообще есть логики. Дмитрович. Длинная передача. По-моему, область этот кульбит. Подсел Тау. Подсапи. Выпрыгивал. И приземлялся на хлипкие плечи. Арбитр нашел. Здесь фолл. Имин. Своей половины поля. Киевлян. Ну, с их половины поля. Бельгийцы. Беседин. Еще напомним. В начале первого тайма даже один на один вышел. Разыгрывая мяч. Ванакин. Тау. Смотрел. Акинул узором партнеров. Цыганков. Не хочет ли кто-то присоединиться к Родригесу. Открываться, получать мячи, разыгрывать. А так и продолжает Брюге. Риц. Матан. О, какой оригинальный заброс. Это даже не Матани правый защитник. Матер против Вербича. Очень цепко играют. Дмитрович. Чуть аккуратнее. Иногда говорят, выложил как на блюдечке. Вот тот шипся. И блюдечка оказалась грязненьким. И схемы. И он пойдет туда в атаку. И может быть на 4-3-3 перестроит. 23 года. Шриверсу мяч выбирал траекторию. И опустился в точку, где поднимался воздух именно с этой стороны. Хороший треугольник получился у хозяев. Подача. Смотрите, как забрасывает мяч. Перситал именно в ту зону, где открываем. Кадр. Удалось плотно сыграть. Еще один перевод. Попытка. Когда защитники получают мяч в руку с такого расстояния, то они сами виноваты. Ответ Брюге. Низом удар. Руку нужно убирать за спину. Если ты размахиваешь, а дистанция, расстояние до мяча там 5-3. Даже три мяча. И вообще Симон Дели успокоился. Пара ошибок. Как раз в середине первого тайма. Еще одна атака Брюге. Форнер! Брюге. Не исключено, что, например, придется гиналь. Пока такой счет, который ни о чем не говорит. Да, бельгийцы были бы рады удержать. Это минимальное преимущество. Депена. Надеялся, что успеет слева Миколенко. Стоило Руайтсу попробовать обработать. Зарабатывает. Скидывал мяч. Скидывал мяч.